Спасибо. Первые кадры, которые я получил, они вот такой характер имели. Здесь, в общем-то, можно поймать насекомое, в кадрах можно поймать более-менее в резкость, но здесь у меня не все так идеально было со вспышками. Насекомое освещалось именно той вспышкой, о которой я говорю, 1,32 мочности, короткая выдержка, но фон освещался другой вспышкой, в которой не революбилась мощность. Я просто там подобрал толщину рассеивания такую, чтобы соотношение фонам было более-менее приемлемым. Но при этом, вы видите, видны на границах объекта и фона такие темные ореоды, темные смазы такие. Это они, получается, из-за того, что время свечения вспышки освещающий объект и время свечения вспышки освещающий фон, оно сильно отличалось. Хотя иногда изобразительно уже понятно, что можно что-то интересное поймать, интересные радости. Да. Примерно так же, но с теми же дефектами. Можно их крупнее сделать, но и тогда дефекты лучше. Ну, и вот на светлом фоне аналогично. Ну, а это вот пробный кадр, снятый на темном фоне, то есть он не освещался вообще. Одна снышка, когда сидят досекомые. Вот там, видимо, рука была снята. И в этом случае прийти под дефектом в виде ореолок тегло таких не наблюдается. И, в общем-то, мы как бы близки, более близки к достижению технической цели, по крайней мере. Ну, вот сейчас то, что мы будем показать, реально, как раз и вот в такой схеме и задумывалось. То есть фон не освещаемый, он получается достаточно темным. И на темном фоне высоком они плохо, видимо, надеяться будут смотреться. Ну, и вот теперь я немножко прерыву показ этой презентации, а обратимся мы непосредственно к установке, к фотоаппарату и к нашим моделям, которые здесь мы в садочке дожидают очереди поучаствовать в нашем мероприятии. Конечно, поскольку сейчас я их буду оттуда вынимать и выпускать на полю, можно сказать, наверное, да, вообще вид биологический саранча называется перелетная. Места здесь много, так что она вполне может этим воспользоваться. Поэтому, если кто как бы не очень хорошо относится к насекомым, может быть, лучше как-то немножко подальше, бездалека наблюдать. Ну, по всякому случаю, когда я пробовал снимать именно этих экземпляров там вчера-позавчера дома, не раз надо было не садиться. И вообще, ведь это саранча, которая выращена в искусственных условиях, которая не боится человека, наверное, мне показалось, что наоборот, она пытается какой-то форум уносить у людей. Такое впечатление иногда возникает. Она может у нас и не взлететь вообще. То есть вот это сейчас такая у нас часть, которая весьма с непредсказуемым результатом. Возможно, ничего не получится. Они могут сидеть и так совершенно индиферентно смотреть на нас, всех окружающих, и ни разу не прыгнуть. Ну, бросать как-то не хочется, все-таки это живые вещества, нам оно не понравилось. Но вот просто я сделал достаточно много проб дома с этими же экземплярами. Я уже знаю, какие лучше прыги, какие более ленивые. Поэтому сейчас, может быть, что-то и получится. Ну, не получится, как не получится. Посмотрим то, что я наснимал. Там несколько есть кадров на флешке, которые, ну, так, более-менее предэкспортами такого не работают. Так, что-то еще я хотела сказать, нечем выпустить Джина. Да, ну, если...